Автобусы ведь стареют. Сейчас уже 9 лет автобусам. Средняя старость 70%. Чем старше автобус, да, мы снаружи стараемся поддерживать. Сейчас ведь не как 5, не как те 10 лет назад, когда старенькие потрёпанные автобусы катались непонятно. Мы сейчас выглядят как Патрахата. Они больше миллиона километров прошли. В советское время на маршруте автобус работал не более 4 лет. Не более 4 лет. Сейчас уже 9 лет у нас они работают. И ещё будут работать. Но на подготовку и содержание нужно же увеличивать количество. Они стареют, значит, нужно будет увеличивать расходы на поддержание их. И запасных частей побольше, и стоимость их возросла. И вот видите, я вам переделал тоже пример. В 20 с лишним раз увеличение мы расходы на запасные части. А в этом году я уж не знаю, что делать. А какое количество автобусов у вас, скажем, в ближайшее время, в том, в принципе, физический износ наступит вот такой, что они просто не выйдут? Если не вкладывать средства в этих, то, в принципе, у нас уже за миллион прошедших автобусов порядка 10 или 12. А более 9 лет, 100 автобусов будет. Их нужно менять. Их нужно менять, эти автобусы. Либо вкладывать огромные средства. Но если менять, это лизинговые платежи. Это лизинговые платежи. Это же просто бесплатно нам никто не даёт. И даже тариф, если уж посмотреть, вы посмотрите. Ну, Москва, Питер, я понимаю, но автобусы те же самые. В Москве тариф уже 50 рублей. В Питере, по-моему, 30 с лишним, 35 что ли рублей. Да, она уже запретена. Да. Поэтому, в принципе, у нас те же самые автобусы. Те же самые автобусы. Цены на продукты сейчас везде одинаковые. Коммунальные услуги даже одинаковые. Но идите. Угу. 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 Угу.